Московская область заканчивается. Начинается Владимирская область. Едем по такой красивой дороге. Зимняя сказка. Что такое 2024? Что такое 2024? Зимняя сказка 2024. Зимняя сказка. Едем в населенный пункт. Владимирской области. Александров. Город Александров. Может Александров. Откуда я знаю. Едем на Обум. Посмотрим что там есть. Там есть свой Кремль. Есть еще некоторые достопримечательности. Но вопрос в том что сегодня будни. И. Может быть. В музей. Вход закрыт. Ну просто погуляем. Небольшой населенный пункт. Все вам расскажем. Как приедем туда. Пока. Вот любуйтесь вот этой красотой. Не забывайте ставить лайкосик. За видосик. Ну и поддержать нас своим комментарием. Которое. Должно состоять не менее чем из четырех слов. Написать его достаточно просто. Олег и Паша. Это уже три слова. Привет. Спасибо за видео. Вот видите уже сколько слов можно написать. Не стесняйтесь. Спешите. Поддержите. Не забывайте подписываться на Яндексен. На телеграм-канал. И ссылка в описании как обычно. Видео. Нас сопровождает сегодня. Вот такая замечательная красивая зимняя погода. На улице минус 8. Красота просто. Едешь и наслаждаешься широтами нашей страны. Александров. Уже практически весь под снегом. Столько снега намело. Что даже не видно вывески блестящей. Красивой Александров. Старые запчасти гремят в багажнике. Бряк. 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 Слушайте. Александров не маленький. Видите какие населенные пункты. У нас в городе есть. В городе в стране есть. Вроде бы мы о них ничего не знаем. Видите какой микрорайон. Большой. С новостройками. И в Александрове есть свой Кремль. Представляете. Интересно работает он сегодня или нет. Александровский Кремль. Гордость России. Резиденция царя Иоанна Грозного. Кто-то знал? Я нет. Работает с десяти до восемнадцати. Пятница с десяти до восемнадцати до семнадцати. В летнее время с июня по сентябрь работает ежедневно. А так вот. Так я что-то не понял. Все то же самое что ли. А. Ну короче прочитайте. Что-то я не понял в чем разница. В общем. Пойдемте посмотрим. Кремль вот достаточно красивый. Видите. Обывательский. Мы с вами тогда говорили что. Кремль раньше думали что он только в Москве есть. Ну либо те у кого есть свой Кремль. Например. В Нижнем Новгороде. Они уже знали что да. Кремля. Не только Кремль в Москве есть. Свято-Успенский женский монастырь. Памятник архитектуры пятнадцатого девятнадцатого века. Ой шестнадцатого девятнадцатого века. Музейный проезд. Дом двадцать. О. Красота какая. Ребята. Смотрите. Какие маленькие эти окошечки. Ансабль Успенского монастыря. Стены и башни. Вторая половина. Семнадцатого. Начало. Пять шесть семь восемнадцатого. Семнадцатого восемнадцатого века. Храняется государством. Всегда мне странно было. Как только табличка есть охраняется государством. Все сразу находится в таком упастке. Не знаю кто охраняет и кто занимается этими табличками. Но почему-то это всегда так смешно. Смешно в том что как только появляется табличка. Все сразу в упадке находится. А как только кто-то берется в коммерческие руки. Сразу все красиво выглядит. Так может быть раздать часть. Раздать частникам. И чтобы на какую-то долгую аренду. Чтобы люди могли пользоваться. Да. Восстанавливать. И не знаю. Может быть как-то привлекать туристов в эти места. Какая красивая церковь. Так. Ну что тут на территории есть. Я прочитаю вот это. Ну прочитай. Ты же прочитал. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Это историко-архитектурный и художественный комплекс. Оригинальный и единственный в мире музей Ивана Грозного. Расположен в царственном Кремле 16 века. Строительство резиденции началось по указу великого князя Василия III. С 1508 по 1513 год. Здесь был возведен великолепный загородный дворец. Самый яркий период взлета и расцвета слободы связан с Иваном Грозным. Когда она на 17 лет стала некоронованной столицей России. Центром внешнего и внутреннего политика культуры и искусства из середины 16 века. Царские дворцы и храмы строили. Списывали выдающие русские итальянские зодчи. На государственном дворе работала первая в России провинциальная типография. И певческая школа, создаваемая ШВД, в районе иконописи и лицевой летописный свод. В Александровской слободе проходили царские свадебные церемонии самой режцы и наследника. Здесь в одном из дворцов трагически оборвала жизнь царевича в 17-19 веке. В слободу посетили почти все церковные особые династии Романовых. Средневековая столица хранит до сего дня множество легенд. Исчезли из своего библиотека Ивана Грозного, царские драмы, первый полет Никиты Холопа с распятой колокольней, тайны подземных ходов и сокровищ. В 1919 году в Кремлевских постройках был открыт музей, который сохранил элитарный архитектурный энцембль, создав музей о русском средневековье эпохи Грозного и выдающейся личности первого царя. Спасибо большое, Паш, тебе за предоставленную информацию. Вроде бы не так много текста, но так долго читал. Думаю, ты уже сам сочиняешь. По 322. Переводим. Переводим. Карточка указана в описании. Все, прочитай. Еще что-нибудь интересно. Первая цифра. Цифра 1. Нету. Цифра 1 надо читать. А есть цифра 2? Вот смотри, цифра 2 есть. Давай, читай. Распятая церковь колокольни как раз оттуда, откуда первый полет был этого. Распятая церковь колокольни речащий памятник шатрова век каменного зодчества. Внутри нее более древний построек. Построена в начале 16 века. Церковь Алексея Митрополита при Иване Грозном после похода на Новгород в 1570 году. Она была обустроена мощными колоннами. А вверх дополнен рядами кокошников и увенчан шатром. С распятой церковью колокольни связана известная легенда о холопе Никите, мечтавшем залезть на крыльях, а киптица свободная. В конце 17 века по указу Петра I в колокольне были пристроены палаты, в которой провела последние годы жизни его сестра церевна Марфа Алексеевна, сосланная сюда царем по подозрению в организации стрельного бунта. Вот так. Я вот не понимаю, Петр I, что он делал, почему он везде лез? Не в свои дела? Везде. Ну вот эти колонны, я сейчас Паша как раз читал, и вот видите, фотография, вот то, что пристроили задом наперед, то есть как говорить, вот куда Петр I сюда отправил какую-то там свою невесту. Вот колонны, потом идут вот эти сестра. Ну, в общем, ладно. Колонны вот эти вот идут. Потом, что там говорил, вот эти красивое какое-то слово. После колонн. Да вот здесь, вот как они, вот эти штуки называл-то, как-то красиво написано. После колонн. Где это слово? Кокошники. Кокошники, да. Кокошники. И потом после кокошников идет уже вот сама колокольня. Вот. Красиво, конечно, выглядит. Представляете, да, когда-то здесь Иван Грозный казнил того мужчинку, который когда-то хотел просто от своего недалекого ума либо хотел открыть какое-то, да, событие и лететь как птица. А его раз, вот он где-то тут когда-то ползал по этой церкви, и потом его казнили. Вот такая площадка, но сейчас она не работает. Сегодня не работает, да. Надо в апрель приезжать. Надо, да, поедем потом летом. Смотри, сколько мест, когда можно сюда по лету ездить. По теплу. Смотрите, вот как выглядела территория. Ну или как сейчас она выглядит. Смотрите. А вот это что такое 11? Это вот это получается 11. Это ВДА? 10. 10. А что такое 10? 10. Так это нет, это 11. А, 11 это там стоит. А здесь Успенская церковь. Вот она как выглядит. Я просто не туда посмотрел. Вот 11, а 10 рядышком. Давай 10 посмотрим с тобой. Что там? Давай. Успенская церковь. Часть уникального дворцового ансамбля. Она построена, как и все первые царские сооружения в начале 16 века столетия. Небольшая по объему изысканных пропорций она является домовой церкви, княгинь и цариц. Южный портал храма сохранил изначально белокаменную резьбу. В 17-19 веках в домовой церкви были пристроены трапезная звонница и крыльцо. Трапезная звонница. А, трапезная звонница. Вот она, видите, пристроена отдельно. И крыльцо. Где крыльцо? Там подгола есть еще. Тайны Ивана Грозного. Музей типа, да? Голос саудиогида рассказывает. А, круто. Надо сходить. Короче, реально крутое место. Круто, ребята. Ну, давай еще вот это прочитаем. Вот там церковь. Ну, пятая, шестая. Шестая далеко. Вот пятая видно церковь. Вот она. Есть? Нету пятой? А пятое, что это? Пятое, это Троицкий собор. Вот он стоит, но о нем ничего нету. Тоже кокошниками, видите, сделано. Нету, да? Нету. А может с обратной стороны есть? Нет. А шестая, это получается, вот она здесь. И она находится вот там. Это Покровский корпус. Уникальный дворцовый храм Гоянца в эпохе Средневековья. Сохранящийся до настоящее время. Она была центром государства дворка Ивана Грозного, где проходили официальные церемонии, приемы послов, заседания, опричные думы, свадебные пиры, древнее ядро памятника, домовой храм, выстроен из красного кирпича и белого камня. Шатер храма украшен уникальными фресками времени Ивана Грозного, не имеющие аналогов в русском искусстве. Главная идея сюжетной росписи – богоизбранность церковной власти. По домовым храмам прекрасно сохранившиеся белокаменные гражданские палаты, в сводах которых украшены резьбыми розетками храм и палаты располагаются над царским подвалами, погребными местом хранения государственных корзней. В настоящее время данный комплекс находится на реставрации. – Все ясно. А можно еще там, где вот, не здесь, а вот здесь? – Здесь? – Да, то есть это получается, смотри, какие-то башенки еще вот были. Так это получается территория, да, Кремля раньше, как вот мы сейчас, где находимся здесь. Но видишь, построек-то не так мало, просто я хотел немножко для себя посмотреть, как здесь и как здесь. Ну ясно, ладно, пойдемте гулять, посмотрим все поближе, посмотрим Покровскую церковь, потому что она находится в самом там вот конце. На фотографии увидели. – А так здесь, если тут сейчас пойдут? – Ну, не провинциально усадьбы, либо там деревянные келья показываются. – Ну это надо, да, зимой круто здесь, но хочется, знаете, как скажем, походить по территории Слобода, видите, Александровская Слобода. Круто, ребята, круто. У нас просто на стоянке женщины, которые работают, они чаще всего приезжают из небольших населенных пунктов и работают в Москве, туда-сюда ездят. И они все вот из Александрово. Рядышком еще поселок небольшой Карабаново. И они все говорят, Александров, Александров, у нас так красиво, приезжайте, посмотрите. Вот мы решили приехать и наконец-таки посмотреть. С погодой повезло. Ну вот. Василий Третий. Мне просто знаю, что интересно, а где сам-то Александр… Этот, Уан Грозный тоже… Уан Грозный. Первый русский царь. Красиво как. Население Александрово сейчас где-то около 53-57 тысяч человек. Небольшой населенный пункт современного в мире. Да, то есть… Но раньше, представляете ли, 50… Ну, такого не было, конечно, населения. Но 53 тысячи человек – это очень много. Теперь я буду знать, что это называется кокошники. Вот это убранство на церкви называется колонны. Вот они такие, видите. И потом идут сверху кокошники. И вы тоже будете теперь знать. Вообще интересно, конечно, так путешествовать, ездить, смотреть. Потому что это, конечно, необычайные места, о которых мы не знаем. Вот что самое главное. О которых мы не знаем. Конечно, есть люди, которые увлекаются историей. Историей Иоанна Грозного, царскими нашими, да, там, временами. Конечно, они об этом знают. Читали. Но они же могут находиться где-то далеко от этих мест. Видеть, читать где-то через интернет. А побывать здесь не могут. Нет возможности приехать. Либо нет… Далеко. А у нас вот есть такая возможность. А мы кому-то тоже не можем поехать, потому что мы находимся далеко. Поэтому вот я вообще ни разу здесь не был. И даже знать не знал, пока мы вот сегодня сюда не поехали. У нас наши тетки эти говорят, приезжайте, приезжайте. У нас Александров такой город. Но ни одна из них не сказала, что это отчина Иоанна Грозного. Если бы она сказала, то я бы, может быть, сразу как-то раз так себе на уст намотал. И мы все летом не знаем, куда заехать, куда приехать, да, чтобы посмотреть. А вот мы приехали просто на обум. И уже подъезжая прочитали, что оказывается это отчина Иоанна Грозного. Вот это я понимаю, красотища. А я же Кирин смотрел, где Бузовый и Иоан Грозного. Опять ты, опять ты про эту хромую лошадь. Покровская церковь, вот она так выглядит. Ну, блин, далеко надо с угла снять ее. То, что Павлик читал, вот она так выглядит. И самое главное, знаете, что мне нравится? Когда из Москвы уезжаешь, в Москве слякоть, грязь. Реагенты, песок, жижа. Приезжаешь в такие небольшие населенные пункты. Ну, вот для меня это круто. Что нет никакого, вот просто все белое, чистое. Ты домой приходишь, я чистую обувь. Ботинки никогда не расползутся в разные стороны. Ну, и так далее, много плюшек. Ну, а местные, наверное, скажут, а у нас нифига снег не убирают. Он нифига не тает, сугробы лежат. Каждому свое, ребят. Ну, в общем, эта церковь сейчас, Покровская, находится на реставрации. На реставрации. Может быть, ее подделывают к тому моменту, когда мы еще раз вернемся в какой-то небольшой домик. Жилой, видимо, потому что, может быть, здесь смотрители, служители. Ну, и если это монастырь женский, значит, здесь же где-то должны быть кельи монашеские. Да, и вообще монахи где-то должны жить. А там есть поворот налево, да? Вдоль, если пройти вдоль. И самое крутое, знаете, что, помните, мы где-то с вами ходили, блин, в Ярославле, либо где мы были, в каком-то тоже Кремле, и там нет вывесок вот этих вот, да, каких-то. А, нет, в Великом Новгороде, что ли. Да, по-моему, в Великом Новгороде мы были. И там нет этих, ну, табличек информационных, чтобы можно было прочитать, либо понимать, что здесь находится. А здесь все, есть таблички, указатели на каждом здании. Вот у такого небольшого домика, рядом который стоит с церковушечкой, есть табличка, деревянная келья, памятник архитектуры, понимаете, все сразу понятно. И на каждом углу есть вот такие вот таблички с указателями, где что находится. Покровская церковь, вот раз, все видно, все понятно. Красиво, конечно, смотрится, потрясающе. Ребята, посмотрите, не знаю, в другой стороне мира есть такая красота, либо нет, но здесь, конечно. Что там, проход воспрещен? Ну, ясно. Запрещен, так запрещен. Ну, там дальше, видите, видимо, есть какие-то постройки, где монашки живут, служат, их кельи, куда проходить нельзя. Видите, закрытая территория, проход запрещен. Ну, и здесь какие-то, ой, вот эти вот, конечно, круто сделаны башенки, флигель, крутится ангел с трубой, работающий, кстати, по ветру. Куда еще пойдем туда, дальше, ниже спустимся? Это же музей. Это музей? Да. Ну, здесь написано, что монастырь, значит, если монастырь, значит, где-то музей-музей, значит, ну, где-то есть какая-то эти все равно кельи монашек. И березы здесь, представляешь, как красиво, вот эти березки весной распустятся, либо осенью, когда они желтые. Круто. Ты вообще любишь березы? Ты вообще любишь березы, я знаю. Особенно березовый сок с сахаром. Сок с сахаром? Да ладно, в Беларуси вон трехлитровыми банками хлебалово. Только так. Удивительно, еще раз повторюсь, что живя, я не знаю, сколько получается мы от Москвы до Александрова примерно, километров сто? 110 километров. Ну, где-то сто, так скажем, 110 километров. Ну, по сути дела, для путешествий это не так далеко. Электрички ходят и все остальное, но я не про это говорю, я говорю о том, что мы не знаем много мест вот таких вот интересных, с различными плюшками, исторического массового значения. Просто где-то мимо проходя, узнаешь, и я думаю, что и у вас точно так же, что вы много не знаете, что около вашего региона есть. Мы в Перми жили, Паша знал, а я и знать не знал, потом где-то через интернет уже в более сознательном возрасте узнал, что у нас есть, оказывается, вот это чертово городище, где мы с вами были. Здесь мы столько лет в Москве живем, сколько мест мы не знали. Раз и вот, пожалуйста, приехали. Первая провинциальная типография, не московская, а вот в провинции, которая появилась, вот Иоанн Грозный ее разместил здесь в 1577 году. Вот такая памятная табличка располагается. Руки мерзнут, конечно же, надо... Напечатаю указ о решении чего-нибудь, либо наоборот, назначении кого-нибудь во что-нибудь. Сейчас перчатки одену, он с руками раз. Красота! Там какая-то тоже, видишь, территория, вот я не пойму, а это тоже церковь, но интересно, есть туда проход, либо нет. Территория достаточно, слушайте, большая, вот она. А? Да. Ты думаешь? А, вот это получается... Нет. Там вот это здание стоит, получается, за зданием потом будет только этот, как называется, заборчик. А кто знает, почему вот на некоторых церквях есть иконы, которые вынесены наружу, к стене приклеены, да, приделаны. И вот еще вот такая вот... Я не знаю, что это лампада какая-то, что ли. Почему? Кто думает? Кто знает? Кто правильно размышляет? Пишите. Вот еще одна, видите, икона в стене. Я просто думал, что там... А, опять, видите, проход воспрещен. Да, женщина оттуда шла. Она, видимо, работница по тропинке. Ну, вот, видимо, вот это все кельи. Как раз либо это какая-нибудь воскресная школа, либо еще что-то. Просто, получается, если по карте, вы помните, идет стена, вот она, видите, Кремля. Вот это здание, и за ней забор. Еще. И мне кажется, что все-таки вот эта церковь, которая находится за кельями, она стоит на территории все-таки. На территории храма. Ой, на территории Кремля. Ну, почему-то, видите, закрыто. А когда написано людям закрыто, сразу любопытство еще больше. Написали бы, территория закрыта, кельи, все было бы понятно. Либо там музей какой-то, видите. А, может быть, это сейчас и музей. Да? Вот музей как раз сегодня если закрыт на территории, то вот поэтому проходить туда нельзя. Ну, что-то далеко огородили. Администрация музея, видите, написано. Администрация музея-заповедника. Поэтому, типа, наверное, еще и туда проходить нельзя. Там, видите, тоже флигель с ангелочком на шпиле. Но церковь-то должна быть открыта, либо они уже не действующие. Нет, тут службы. Троицкий собор. Центральный вход в храм. Чайная, которая, наверное, тоже не работает. Ну, храм сегодня, может быть, конечно, не работать. Так, Троицкий собор, 1565 год, город Александров. Так, ну, видите, есть службы январские какие-то. Вот. 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 В среду, только у нас. В среду. В среду. В среду. В среду. Эти церковь. Впасет. В среду? В среду? В среду, из-за того, BestЧуй Rolls. В среду свобода. В среду. В среду. В среду girthin. на кокошники а вместо случайно не обозначена откуда он крыльями махал здесь что говоришь закрыта дверь двери закрыты но будет еще до замануха для нас и для вас летом сюда вернуться такие маленькие кошечки вообще малюсенькие снежок блестит служебное помещение красота единство что конечно такое пошарпанное но опять охраняется государством поэтому все в таком виде первозданном практически как его не грозно было это все построено так видимо все и стоит так все это и стоит я тоже видел мне кажется это вот эти вот кабинки но пойдем сходим больше здесь же негде я тоже хочу но ты думаешь ну я не знаю тогда у кого спрашивать вот елочка тут видимо горь день кстати увеличился мне кажется минут на 40 45 уже потому что световой день такой еще и сегодня плюсом ясно поэтому вот написано тут за лет но не знаю насколько он работает но дверь открыта но куда люди должны ходить но единство что может быть то что музей закрыт и он просто может не работать только по этой причине просто дверь может быть закрыта потому что не работает музей территория открыта ходите гуляйте все остальное закрыто потому что лишь дверь то не работе ну пойдем в деревянный то он тогда но на деревянных замочки висят но мне работает если работает видео до дверь на ключ вот там пошли что не знаю открыто не открыто ну 11 открыт по моему без замка висит или он заколочен тоже все закрыто вот пожалуйста а ну да да кафетерия тогда с этой стороны еще как красиво подсвечивается здание церкви а чего хорошие туалет закрытый ну ты же начал про туалет видео говорить не я благодать где такой еще увидишь красоту такую чистую снег такой есть можно ладонями руками ну в принципе там и по всей так территории прошли по которой можно было но летом наверно тут попроще ходить потому что я думаю что если что тут турист но я не знаю туристическое это место нет этого да чего прям золотое кольцо входит кассы все закрыто в общем ладно пойдемте выходить тогда какие да эти окошечки форточки еще меньше кошка не пролезет ну да зашла ну так немного вам со стороны покажем какая красота что это озеро такой озеро река озеро река ну и здесь такой старый райончик мы сюда как раз кремлю подъезжали здесь вот видите такие дома и тут царские царские небольшие доходные дома укусов каких нибудь можно фантазировать до бесконечности без экскурсовода ну и впереди главная площадь александрова елка стоит до сих пор с левой стороны вот это здание это администрация города так а мы с тобой идем куда туда значит ждем у нас красный свет дороги нет едем в какой-то в общем закрыто все трапезные все 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 короче закрыты невозможно нигде поесть вот поэтому какой-то торговый центр есть время у нас уже пол четвертого 4 ехать нам до дома два часа в любом случае либо в магазин куда-то заезжать у нас обеда не будет либо не будет ужина в общем либо все это объединиться в одну часть но очень хочется правда есть либо надо заезжать в какой-то магазин брать какой-нибудь либо банан или кефир молоко туристу либо шаверму шаву какое-то либо не знаю чего решили посмотреть есть какой-то торговый центр и там должно быть что-то перекус перекус таксистый чек ну в летнее время я думаю что если это экскурсионный город летом здесь конечно наверно побольше всего открыто через 600 метров на светофоре поверните здесь дома конечно вот печальные вот эти он просто совсем страшненький домик ну я думаю такой домик есть такие домики есть во всей России где-то их больше где-то меньше где-то администрация пытается следить либо кто там их сейчас смотрит ДСЖ или кто там кому эти дома принадлежат вот какой-то торговый центр то не тот и хочу вам сказать что у Александров 2,10 пробки сейчас мы едем смотрите желто-красное все желто-красное город на самом деле ну такой немаленький потому что здесь есть и кафешки ну естественно почта России пятерка это однозначно так же как и почта и есть самое главное даже вижу вкусил видите есть магазин вкусил у многих регионов его нет а здесь он есть наверное почему потому что рядышком с домом ой с домом да ну с основателями с с москвой рядом так немного чтобы имели представление как это выглядит вот торговый центр то запарковались нам нужен вот этот торговый центр где атак написано что ребята магазина атак я тысячу лет не видел еще и супермаркет и хотим зайти на ярмарку сначала посмотреть что это за фотографии общий вид со стороны монастыря город Александров Владимирская губерния так и здесь конечно написано все на старорусском так здание стоя стоявшие на красной стороне что ли это буква е такая стороне 1911 год что ли красная лавка ну не совсем знаменитое место кладбище железнодорожный мост через реку серая так смотри глядишь смотрите какой паровоз прямо реально наверху Владимирская губерния город Александров просто какое-то видимо здание торговые ряды храм преподобного серафима саровского деревянное здание вокзала есть прямое сообщение до сих пор Александров Москва не проходящий электрички дом Иванова кто такой Иванов не знаю в городе Александров был общий вид монастыря где мы с вами были монастыря земская управа вокзал вот так вот он выглядел либо выглядит миллионная улица кузнечий ряд мужская гимназия мост через реку серую вон какой поводок и это что вид на христо-рождественский собор все идем закрыт но все тогда переходим дорогу ясно все нерабочие ребята все нерабочие переходим здесь такой интересный светофор на нем написано идите и ждите первый раз такое увидел это видимо какая-то школа что ли что это раньше было почему оно здесь такое как будто какой-то либо институт либо техникум был так ну ладно ищем вход центральный и потом уже включаемся первый раз да ты здесь вот нам нужно кафе Азия вот это вот по отзывам неплохие 4 7 оценка второй этаж единственное практически кафе который сегодня работает но есть какие-то булочные пирожков но нам это не интересно самое главное нужно найти вход как на второй этаж подняться мед продают да интересненько там магазин а нам надо вот сюда куда-то второй этаж какой-то либо завод был либо училище какое-то либо что-то такое чего-то потом видимо просто сделали торговый центр что-то 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 открыто ну ладно хорошо что открыто уже туалеты ключи туалета нет не беспокоить да а мне-то надо как раз сто лет сначала вот такое заведение неплохое быстренько вам покажу но история же не про него цены достаточно приемлемые на суше тоже так покажу потому что меню большое я возьму самые простые с лососем вот такие за 100 рублей вот и вот такие какие-нибудь ну может жареные еще еще жареные ну а так может быть даже и кофе возьму приятного аппетита всем чуть позже встретимся это моя порция суши это пашина что-то мы как-то раздухарились потому что не могли понять друг у друга кто что будет есть мы обычно заказываем просто по одной порции с огурцом по одной порции с лососем и едим грубо говоря из одной чашки а то что-то паша видимо сильно хотел кушать и мы не могли с ним никак это определиться кто какую эту ест из какой чашки и какие роллы ну и пицца у нас вот всем приятного аппетита кто кушает сейчас я два слова вам еще скажу приспособил тут как-то вас что хотел сказать там все обратили внимание что мы с Павликом пополнили это хорошо что вы заметили значит вы за нами смотрите как тот маньяк плохо ты следишь за мной маньяк или как там Картункова говорила ты за мной я слежу тут я маньяк и я слежу за тобой ты маньяк и ты следишь за мной хреново ты следишь за мной маньяк короче плохо вы за нами следите ребята я бы даже сказал запустил да Но здесь Женщины сидят Очень громко разговаривают Я хотел Что сказать Во-первых, конечно, мы Вваливаемся из калорий Это раз Второе Позволяем себе многое Пиццу, дрожжевое тесто Калории стали калорийные Ну и потом мама Даст подтверждение У меня есть сосед, Маратка Он тоже все худеет И мы спасли, что худеем И потом все обратно Мама говорит Организм возьмет свое Поэтому Все, кто худеет Это смысл жизни Есть люди, которые похудели И Раз и навсегда Есть люди такие, как я Я уж про Пашу не буду говорить Про себя и буду говорить Которые Ну уже возраст Во-первых, в любом случае Метаболический процесс Медленнее Ну и Так как у меня бабушка Все-таки хохлушка По маминой линии И дедушка по папиной линии Я люблю Вот такую вот Выпечку Пельмени Вареники Драники Вот поэтому Ну что с этим сделать Будем стараться сейчас Как-то садиться на правильное питание Единственное, что у нас тут Поездка Планируется Но я думаю, что На правильное питание Целый этаж суши Вот я думаю Будем садиться Вы брали это питание И целый этаж суши Все подбегают Так, во-первых Галкин Это Не смотри в мою тарелку А смотри в свое Это не культурный Не проиличный Это раз Во-вторых Я еще не на диете Я не сказал, что я сейчас на диете И сижу У многих есть перспектива Такая, что Многие говорят Я на диете И потом тазами едят Я сейчас мне на диете В этом-то вопрос На диете, да? Нет Ну и хорошо И даже не на правильное питание Поэтому Но С 1 февраля Вроде как мы должны Но у нас там поездка Кое-какая намечается Но В начале февраля Но я думаю, что Тоже будет проще это сделать Потому что Ты уже будешь на каком-то Системе на какой-то сидеть Вот Поэтому Просто есть люди, которые Говорят Верси, жены, не едите Суши Можно есть Нет Суши очень калорийные Кстати Многие Когда они только появились Действительно Сидели Типа на суши Типа они Некалорийные Лист нори Да Рыба Огурец Варсаби Имбирь Понятное дело А рис Калорийные Креветы Здесь Это не креветки Креветки Спасибо, что поделился Возьми он что-нибудь У меня хочет Это он мне дал Для того, чтобы У меня ничего не с кем Ездить Думаю, что за куртка Такая Серая Хорошая или стремная Хорошая Но просто потому, что Я не узнал свою куртку В Она тут темнеет Почему-то Ну и самое главное Почему пополнили Это тоже немаловажно Что все-таки мы Не курим Бросили курить Бросили курить Поэтому я вот В какой-то момент Я прямо почувствовал Как меня начало раздувать Вот прямо почувствовал Поэтому я не знаю Хорошо это Либо плохо Курю Но я помню, что Сейчас я не знаю как Мы когда тянем На правильное питание Я сейчас не пропагандирую Не призываю Начать курить Либо кто не курит Курить и говорить Но Когда мы сидели На правильном питании Все равно Ремонт, что ты хочешь кушать В какой-то момент Выручала, что Вода и сигареты Покурил Водичку попил Где-то в парке Нормально А сейчас Хочешь есть Начинаешь что-нибудь Реально есть Конфету Видите, какая громкая Там сидит Тут сейчас Светок падает И камера Снизу стоит Поэтому еще Лицо Больше у меня Так, ладно Сейчас мы покушаем Потому что Тут долго Но не хочется Женщин перекрикивать Придется, видимо Суши Либо Домой забирать Места Не это А сам город Интересный Кстати Побродить Погулять В теплое время Года Сегодня тоже Не особо холодно Но все же Есть такое Так, ребята Мы уже в машине Потихоньку поехали Все-таки Видите Так, это что у нас Время сейчас Который час Уже, наверное, Пятый, да? Да Видите уже Как светло То есть не сумерки А прямо Прямо светло Прямо светло Поэтому Вот мы из этого здания Вышли И В сторону дома Сейчас поедем Хорошее место Имеется Паша Паша просто спросил Поедем по трассе Либо по маленьким поселочкам Я люблю такие дороги Знаете, маленькие поселочки По качеству Можно доехать Я почему тут Откуда это Это вот так вот У нас дело Было побывать И Приезжаем Обязательно сюда Летом У нас еще В этот Мы где-то были В цирке Около цирка Гуляли Как это называется С грибами Глаза с грибами Там же По-моему Рязань Рязань По-моему Да, тоже в теплое время Хотели вернуться Официантка Сейчас говорит Так вы не местная Они нам все пытались Там Пиццу Мы не доели Половину Они не все Нам пытались Все впарить Потом она Официантка Потом вышел Какой-то мужчина Не знаю То ли Директор То ли Собственник Не знаю Кто То ли Пицц Пиццмейкер Пиццмейкер Давайте Маму Половину Я говорю Да не надо Не надо Не надо Куда нам Мы не будем Мы наелись У нас С голодухи Что-то И того И того И того Заказали В общем Пиццу Оставили Но кто-то Сейчас подумает Что Ага Нихрена Вы не оставили Все сожрали Да Сожрали Короче Поэтому Сейчас едем Сейчас вам Паша Что-то еще хотел сказать Да я тебе хотел сказать Что головной убор Товмещение Снимаешь Так я этот Патимейкер Патимейкер Мы начали смотреть Заканчиваем уже Смотреть У нас две серии Осталось Это знаменитого Фильма Как он называется Сериала Слово Слово пацана Тяжелый фильм Достаточно Но Они показывают Типа там Что популярные Песни были Ласкового мая Конец Начало 90-х Это Но Начало 90-х Я жил Тоже Я уже Особенно Я такого не помню Что там Район на район Ходил Даже на небольшом городе А вот Когда мой папа Был молодой Это были Там допустим Там 60 Там Начало 70-х Годов Да там 70-х Вот это были Район на район Там хлистались Только так Там убивали И что только Не держали районами Там целые коалиции Были Папа рассказывал А в 90-е годы Ну в 90-е годы Такого уже Ну были Но уже остатки Такого А там прямо В разгаре Как будто это показывают Ну и Серии немного 8 да Но они длинные По часу И нам осталось Для серии Посмотреть На любителя Фильм Сразу хочу сказать И Как это слово Тяжелый фильм Достаточно тяжелый Тяжело смотреть Кто там Одна мне Написала Я что-то Рассказал Про С телеграм Канал Что мы Пересмотрели Иван Васильевич Меняет Фезд Бузовый Ну нашли Что смотреть Такую глупость Ну Здесь же дело Не в глупости Здесь же дело В том что Захотели мы посмотреть Посмотрели Мы же не говорим Вам чтобы Вы смотрели Ужасы Комедию Либо порно Жесткое БДСМ Вечеринки Какие-то Все что вы смотрите Это ваше вправо Вот Глупость Она либо не глупость Тупость Либо не тупость Норма Либо не норма Она у каждого человека Своя Самое главное Что нельзя Ее представлять В той позиции Которая ваша Кто эти нормы Придумал Именно вы Конечно же нет Для вас Свои нормы Для нас Свои Для нас Своя норма Нормальности Либо ненормальности В чем-то она может Совпадать А в чем-то нет Другое дело Написать было Да ребята Я тоже смотрел А мне не понравилось А говорит Что Я смотрю Такую чушь Вы и тупость смотрите Ну Великой режиссуры Там конечно нет Но Я хочу сказать Что это Ответ был Безграмотного человека Обижайтесь Либо нет Почему Потому что Когда я учился На режиссуре Нам говорили Что нужно смотреть все И хорошие произведения И плохие И книги И хорошие И плохие читать Почему Потому что Почему Потому что Нужно им уметь Сравнивать Если вы будете Только все хорошее смотреть То у вас не будет Представления Что это хорошее Если все плохое То у вас будет норма Того что Все плохое Это хорошее В общем все До следующего влога А то я уже тут поворот Проехал один Пока Пока Павлик До свидания Говори Я отключаюсь Все Пока Не обижайтесь Правда Есть правда Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует Продолжение следует